Всем здравствуйте! Вы смотрите информационную программу интервью дня. Меня зовут Антон Схаль. У нас в гостях Ирина Владимировна Переладова, главный внештатный специалист, эпидемиолог Министерства здравоохранения Алтайского края. Ирина Владимировна, здравствуйте! Чтобы было понимание у наших зрителей, объясню, о чем пойдет речь. Точнее, речь пойдет о том, что, мягко говоря, всех раздражает о комарах. Скажите, как сейчас обстановка с кровососущими в Алтайском крае? Насколько их много, нормально это для этого периода времени и насколько они вредны для жителей? Мне нравится и комарам, потому что установилось наконец-то долгожданное тепло. Ночи стали гораздо теплее, чем были даже у нас неделю и две недели назад. Вода перестала подниматься и образовалось очень много маленьких, застойных, теплых таких водоемчиках, где, конечно, хорошо размножаются наши насекомые. Тогда, когда тепло, светло и хорошо, длинный световой день – это те самые благоприятные условия для того, чтобы наши насекомые размножались. Поэтому мы, к сожалению, с вами находимся в таком периоде, именно во времени года таком благоприятном, для их жизнедеятельности. Поэтому все мы отмечаем, что комаров стало много. Из года в год ситуация абсолютно разная. Бывает, они прямо тучи летают, а сейчас один, два, три вечерами только попадаются. От чего зависит? Вот многие говорят от уровня воды как раз. Как прошел паводок, как прошли талые воды. Подскажите. Вы совершенно правильно говорите. Отмечаете именно не паводок, не разгар паводка. Правильно отмечаете, когда прошел паводок. Когда у нас в этом году ситуация с паводком, вы видите, достаточно спокойная. То есть мы видели критический достаточно подъем воды, но это не вызвало каких-то экстремальных вообще последствий. Поэтому вода потихоньку стала уходить. Самцы комаров живут немножко поменьше. Они живут две недели, а самочка живет до трех месяцев. Поэтому, соответственно, если каждые 10 дней у нее идет биологический цикл развития и откладки яиц, понимаем, что она 9 раз за свой жизненный цикл при нормальных, теплых, хороших для нее условиях, которые на сегодняшний день существуют, может отложить потомство. Когда будет меньше комаров, это, наверное, еще больше интересует всех жителей. Ну да, к чему нам готовиться. Да, к чему готовиться. Опять же, все зависит от того, что будет дальше. Если температура будет сохраняться в периоде 22-25, максимум 26 градусов, это самая комфортная температура. Мы все с надеждой смотрим прогноз погоды как минимум на ближайшие три дня. И до конца недели мы видим увеличение температуры 30 и выше градусов. Это хорошо для размножения или нет? Это хорошо для нас, а для размножения это плохо. Поэтому если будет стоять устойчивая температура именно с дневной 30 и выше градусов, это будет сдерживающим фактором для размножения комаров. Если мы внимательно посмотрим, а мы же все дачники, очень редко кто вообще не знает, как растут огурцы, как растут помидоры. Мы же все знаем, что их надо поливать теплой водой. И у каждого на даче или у его друзей, знакомых, есть маленькая то ли бочечка, то ли бочонок, где всегда стоит теплая вода. Если мы внимательно посмотрим, приезжая даже раз в неделю на выходные, мы увидим, что у нас тоже там размножились личинки комаров. Что нужно сделать? Чтобы у нас не было созданного своими резервуара для размножения комаров, нам надо как минимум с вами крышками закрывать эти наши с вами емкости. Скажите, вот насколько вредны? Понятно, что раздражают. Понятно, что кусают и есть раздражение на теле, зуд и так далее. Может быть, переносчики каких-то болезней? Может быть, есть тип людей, у которых прям аллергическая реакция, и им категорически нельзя допускать укусов комаров? Вообще на земном шаре, наверное, нет такого места, исключая крайний север, Антарктиду, где нету комаров. Вот они есть везде. Более того, на территории, там, где тепло, там, где есть условия их размножения, даже если есть кратковременное лето какое-то теплое, они есть везде. И в Тундре в том числе их тоже очень много, когда наступает теплый период времени. Но на сегодняшний день мы живем в самом благоприятном для наших жителей регионе, что мы, слава богу, не имеем тех болезней, переносчиками которых являются комары в жарких странах, в тропиках, субтропиках. Мы, тем не менее, слышим, что к нам завозят из стран, из таких как Вьетнам, Таиланд, Китай, привозят лихорадку Денге. Люди бывают периодически, регистрируются у нас в Алтайском крае случаи завозной малярии, потому что люди у нас бывают не только на отдыхе, они у нас бывают за границей, в Африке, на работе. Но это все извне, а у нас внутри есть какие-то или ничего страшного? У нас на сегодняшний день, в принципе, есть одно заболевание, которое может передаваться комарами, это лихорадка западного Нила. Те вот экзотические заболевания, малярия, лихорадка Денге, даже тулеремия, клещевой японский энцефалит, это те заболевания, которые мы можем привести оттуда. И человек является эпидемическим тупиком, то есть человек от человека не заразится. Вот этим и хорош наш регион, что у нас не живут возбудители этих заболеваний. Теоретически переносчики у нас есть, но фактически мы не можем, так сказать, передать это заболевание, потому что не выживают в наших климатических условиях возбудители этих заболеваний. Но для нас характерно, и ученые доказали, что у нас может быть передача возбудителя лихорадки западного Нила. Поэтому сказать, что она у нас есть, мы за три года зарегистрировали один случай лихорадки западного Нила. Поэтому в принципе может быть, но сказать, что опасно, наверное, все-таки должны быть и источники этого заболевания, и резервуары. Пока у нас нету. В общем, все, что грозит жителям Алтайского края, это зуд и вот такие... Неприятные все ощущения, которые на сегодняшний день есть. Вы абсолютно правильно подметили, что часть людей, особенно маленькие дети, они имеют очень повышенную реакцию на укусы комаров. Поэтому, конечно, что в первую очередь это меры профилактики. Давайте несколько советов, какими средствами нужно обрабатывать кожу, что безвредно для кожи, что отпугнет комаров. И в случае, если покусали, как избавиться от зуда, чем обрабатывать? В любом случае, для этого есть лекарственные препараты, чтобы обрабатывать. Но немножечко два слова про профилактику. Конечно, если мы на сегодняшний день находимся с вами в городе, это хорошо, потому что в городе комаров все-таки немножечко поменьше, если мы находимся в пригородной зоне, находимся на даче, ночуем в дачных домиках. Это благоприятное время для шашлыков, как быть, как уберечь себя и детей. К счастью, у нас есть достаточно большой ассортимент профессиональных репеллентов, которые отпугивают наших этих насекомых. И это одно из самых эффективных средств. Многие пользуются, рекомендуют гвоздичное масло и так далее. Я хочу уберечь жителей от того, что соседнему ребенку вот это все помогло. То мы корицей мажем, то мы гвоздичным маслом. Это все-таки тоже растительные, достаточно аллергичные препараты. Поэтому все-таки есть свой собственный участковый терапевт, свой собственный участковый педиатр, который четко посоветует, чем же нам пользоваться, зная конкретного человека, зная его возможность выдачи реакции на те или иные препараты. На сегодняшний день репелленты, которые существуют в сети аптечной, это, наверное, будет правильно. Не надо в хозяйственном магазине покупать репелленты, особенно для ребенка, который совсем маленький. У нас в аптечной сети есть достаточный ассортимент для детей. И по возрасту они у нас, так сказать, ранжируются. Они ранжируются и по степени, куда наносить. Ведь очень много есть репеллентов, которые отпугивают и которые наносятся на одежду. И это тоже очень хорошо. Это тоже совершенно нормально. То есть это еще одна дополнительная защита, которая обеспечит и отсутствие аллергизации на этот препарат. То есть мы сделаем двойную пользу. Поэтому я думаю, что этим нужно пользоваться. То есть правильно понимаю, можно проконсультироваться у фармацевта в аптеке или у терапевта в поликлинике? У доктора. Лучше все-таки у доктора. Чтобы потом не бежать, получив консультацию у фармацевта, я не хочу сказать, что он безграмотный. Он просто конкретного человека не знает. Он не видит вашу карточку или карточку вашего ребенка. А все-таки доктор, который вас ведет, он знает, что, например, ребенок аллергичен на то-то, 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 он порекомендует что-то такое, что не навредит ему. А иначе от фармацевта придется бежать опять же к педиатру. Ну и, как я понимаю, со средствами обработки после укусов ситуация примерно такая же. Аналогичная. Отлично. В общем, я думаю, это интервью для как раз в пик активности размножения комаров. Оно актуально. Ирина Владимировна, вам большое спасибо за то, что пришли к нам в гости. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь24. Оставайтесь с нами.